7 июня на площадке Казанского университета было подписано соглашение об открытии в Республике Узбекистан филиала КФУ. Предполагается открытие направления подготовки в области IT-технологии, в области подготовки учительских кадров, в области подготовки медицинских работников. Блогер из Екатеринбурга приехал в Казань для съемок одной из серий своего шоу. В спортивном комплексе Москва Казанского университета блогер попытал себя в борьбе к ореш. Мне повезло, что у меня был такой тренер, соперник, который не только бег кидал, но и учил, и это, конечно, интересно. В музее Лобачевского Казанского университета открылась выставка про радио. Здесь есть не только отечественные радиоприемники, советские, но и радиоприемники, которые были сделаны в зарубежных странах. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Илья Андреев. В операторском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония открытия образовательной программы «Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан для управленческих команд Якутии, Ямал-Немецкого и Ханты-Максийского автономных округов». В мероприятии принимали участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, ректор Казанского университета Ишат Гафоров, а также глава Республики Саха Арсен Николаев, губернатор Ямала-Немецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Максийского автономного округа Югуры Наталья Комарова. Открывая церемонию ректор КФУ, коротко рассказал об истории одного из старейших вузов России, основных этапах его развития и дальнейшей трансформации образовательного комплекса с выбором приоритетных направлений деятельности. «Самая большая трансформация в новейшей истории состоялась в 2010 году, когда указан президент РФ путем сияния тех вузов, которые здесь показаны, создался Казанский федеральный университет. Причем эти процессы происходили не одномоментно, поэтому нужно было достаточно долгое время, чтобы сформировать собственную корпоративную университетскую культуру». 7 июня на площадке Казанского университета было подписано соглашение об открытии в Республике Узбекистан филиала КФУ. Давайте посмотрим, как это было. Накануне в столицу Татарстана с большим визитом прибыла делегация из Узбекистана. В рамках визита на площадке Казанского университета было подписано четырехстороннее соглашение между университетом, Хакимиятом Джизакской области Республики Узбекистан, Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о подготовке к созданию филиала Казанского университета в городе Джизаке и установлении взаимовыгодного сотрудничества в области образовательной деятельности. «Мы ожидаем, что те учебные программы, которые будут внедряться по различным направлениям, это медицины, это нефтегазовые направления, это другие перспективные направления, они как раз будут хорошим подспорьем для подготовки кадров для того большого потенциала развития, который у нас сейчас имеется не только в Джизакской области, но и в Республике Узбекистан». В последнее время Узбекистан все активнее становится промышленно развитой страной, все больше отходит от сельскохозяйственной направленности и переходит в промышленное развитие. Ректор Казанского университета сообщил, что цель создания филиала – подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан. «Предполагается открытие направления подготовки в области IT-технологии, в области подготовки учительских кадров, в области подготовки медицинских работников и, наверное, также будет востребовано направление, связанное с подготовкой специалистов для работы в нефтегазовом сегменте». В рамках визита гостям провели экскурсию по лабораториям и учебно-производственным помещениям Казанского университета. Делегаты посетили Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт химии, Институт психологии и образования, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт управления экономикой и финансов КФУ. «Гости с удовольствием посмотрели, как нужно проводить научные исследования, какие оборудования при этом используются. Все это интересно, потому что, если мы будем обучать таких специалистов, нужно создавать все эти технологии, все эти лаборатории, все эти методы там, в Азбекистане. И действительно они интересовались тем, сколько это стоит, какие приборы нужно для этого приобрести». Очередное заседание Ассоциации содействия цифровому развитию состоялось в технопарке высоких технологий, IT-парке в Казани, под председателем президента Республики Татарстан Рустам Миниханова. В мероприятие принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Тема встречи была посвящена проектам компании «Барсгрупп». В КСК КФУ «Уник» состоялось собрание со студенческими советами общежитий, старостами академических групп, руководителями студенческих общественных организаций и объединений по вопросу заселения иногородних обучающихся в общежитии Казанского университета. Главная цель таких собраний – ответить на вопросы студентов. Была затронута тема общежития – это проживание и заселение иногородних обучающихся. Также вопросы касались иностранных студентов, у которых заканчивается регистрация. Первая цель – это, конечно, ответить на вопросы иногородних студентов. Вторая – это запустить вопрос работы жилищно-бытовых комиссий, которые уже в скором времени начнут свою работу. Куда глаза не глядят. Первое в России – тревел-шоу, которое ведет незрячий человек. Блогер из Екатеринбурга приехал в Казань для съемок одной из серий своего шоу. В спортивном комплексе «Москва» Казанского университета блогер попытал себя в борьбе карэш. Все подробности со съемок проекта в сюжете НЖ Минибаевой. Проект «Куда глаза не глядят» создан на грантовые средства Института развития интернета. На данный момент планируются съемки 10 серий «Казань. Четвертый по счету город». С одной стороны, это тревел, то есть люди, которые смотрят проект, им интересно, потому что они узнают много нового про места, которых вроде они слышали, но, может, чего-то не знают. Это с одной стороны. А с другой стороны, это такая невероятная возможность посмотреть на мир глазами слепого человека. То есть не просто на мир, а на конкретный город. Посмотреть, как пахнет Казань, какая она на вкус, на звук и на ощупь – это основные цели, которые преследует Владимир. По его словам, только так он может воспринять город. В спортивном комплексе он ощутил город через национальную борьбу карэш. Борьба для меня вещь не новая, но на поясах первый раз. И это сначала казалось достаточно скучно, когда ты можешь только держаться тебя за пояс. Но когда мы уже непосредственно в схватке, выяснилось, что там целая стратегия, тактика. Мне повезло, что у меня был такой тренер, соперник, который не только бег кидал, но и учил. И это, конечно, интересно. Ильнар Хасантьянов, старший преподаватель общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Казанского университета, не просто показал некоторые техники борьбы Владимиру, но и поборолся с ним вслепую. И отметил, что для первого раза в борьбе карэш он проявил себя очень даже хорошо. Отметим, что проект можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале «Вова поехал». В музее Лобачевского Казанского федерального университета открылась выставка про радио. Она посвящена 126-летию со дня изобретения радио. Чем эта выставка в музее Лобачевского отличается от всех предшествующих, расскажем в следующем сюжете. На выставке представлена коллекция радиоаппаратуры Музея лаборатории «За войск», приемник по ПО, приемники и радиодетали 1920-х, 1950-х годов, советская военная и бытовая радиотехника. Здесь есть не только отечественные радиоприемники, советские, но и радиоприемники, которые были сделаны в зарубежных странах. Этим выставка тоже интересна, потому что заимствование в науке имеет место. В хорошем смысле слова заимствование. Также можно увидеть документы, плакаты, фотографии, характеризующие различные этапы развития истории радио. Директор Музея истории Казанского университета Светлана Фролова отметила, что экспонаты представил и музей квартиры Попова в Петербурге. В Казанском же университете первая радиопаратура начала применяться в конце 1920-х годов. Мы обратили внимание, что люди, профессоралы университета, а тогда еще, может быть, студенты или просто выпускники университета, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, в качестве связистов, в качестве танкистов или летчиков, они использовали всевозможные виды связи. И, вернувшись в Казанский университет, они продолжают работать в этом направлении. Например, Романов стоял у истоков создания кафедры радиофизики. Костылев создал кафедру радиоастрономии. Художником-дизайнером в выставке «Про радио» выступил художник-конструктор Музея истории Казанского университета Максим Медведев. Выставку подготовили сотрудники Музея истории Казанского университета, Музея лаборатории Завойского, Института физики КФУ, Научной библиотеки Лобачевского, Геологического музея, Партнеры выставки – Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени Ленина, Музей истории связи Республики Тарстан. Куратор выставки, заместитель директора Музея истории Казанского университета Фарида Вагапова отметил, что все было подготовлено в короткий срок, за два месяца. Мы хотим, чтобы на эту выставку в первую очередь приходили дети, абитуриенты, наши студенты, чтобы они увидели, какое чудо было радио на то время. Посетить выставку про радио в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета можно до 27 августа. Эджемия Небаева, Илья Андреев, Ленард Довлесьяров, Универньюз. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»